Здравствуйте, друзья! Егерский дневник в эфире. Началась неделя защиты малых рек и водоемов. Мы уже как-то говорили, что в этом году, в 2024-м, глава Республики Раде Фаридович Хабиров объявил годом заботы об инвалидах. И вот мы сегодня, Октябрьское охотовщество, совместно с Обществом инвалидов, Центром без барьеров, проводим экологические мероприятия. Недели защиты малых рек и водоемов. Вода России! Вода России! Сегодня наше мероприятие очень активно поддержало Министерство природы, пользования и экологии Республики Башкортостан. Огромное им спасибо за это. Я иногда шучу. При адекватном руководстве даже егерем работать можно. Ну вот, люди добрые, смотрите, каждый год одно и то же. Каждый год убираем и каждый год одно и то же. Кто здесь раскидывает всю вот эту гадость? От этого здесь все живое исчезает. Но делаем это мы, люди, граждане, не американские шпионы. Мы, наши, отдыхающие, рыболовы, охотники, все. В то же время, люди добрые. Эта земля, эта страна, планета, она не только наша. Она принадлежит нашим детям, внукам, правнукам, будущим поколениям. У них другой земли не будет. Давайте попробуем не обворовывать их. Вот Татьяна Борисовна Китько, руководитель городского общества инвалидов и центра без барьеров. Ну, короче говоря, под ее руководством общество инвалидов не признает никаких барьеров. Татьяна Борисовна хочет нам сказать все, что думает. Любители пива, пейте пиво дома. А председатель Октябрьского общества охотников и рыболовов Рад Медихатович Хабибов тем временем, сотоварыши, готовит кашу с мясом и чай. И чай. Да, вот он, чай. Но ведь он же, наверное, может с сахаром даже будет. Будет. Будет? С сахаром будет. Вот, чай будет с сахаром. А мы пока собираем мусор. Вот молодые люди собирают мусор. Приятного аппетита! Спасибо! Как всегда, наш шеф-повар Виталий Николаевич Шагуров щедрой рукой гречку накладывает поштучно. Это вот первое перо нашей прессы городской. Королева репортажа. И ее фрейлина вот кашу молотит. Мы очень рады. Надя всегда с нами. Надежда Петрова-Переведенцева. Наше мероприятие завершается. Сейчас будем грузить мусор в машину и отправлять к месту организованного складирования. Надо поблагодарить директора дорстрой-ремонта. Значит, Рената Мефтахова, ЖКХ Веронику Давыдову и частного предпринимателя Семина Андрея. Он нам не первый раз помогает. Вы в курсе, да? Вот, всем им огромное спасибо. И нам тоже. Наверное, может возникнуть вопрос. А зачем вообще убираться, если все равно накидают? А вы найдите и прочитайте на After Today или на Дзене мой рассказ, мою заметку «Малое богатство». И, наверное, что-то будет более-менее понятно. Все ссылки будут под этим видео. До свидания.